Гончарство древняя и уважаемая в народе профессия. Гончары делали детские игрушки и крепкую красивую глиняную посуду, в которой можно было сварить еду в печи, засолить огурцы и капусту, сохранить молоко, масло, сметану, подать обед на стол. Ее выделывали на гончарном круге из красной, коричневой, голубой или зеленой глины. Процесс подготовки глины был долгим и требовал от гончара мастерства и терпения. Глину обычно копали осенью, чтобы зимой она промерзла и стала рассыпчатой. Затем очищали от всякого сура и мелких камешков, мяли босыми ногами, чтобы глиняная масса была однородной. И только после этого мастер приступал к формовке сосуда. Если он работал на ручном гончарном круге, то левой рукой поворачивал его диск, а правой укладывал на плоский кусок глины, плотно прилепленный к центру диска, глиняные жгуты. На ножном круге работали иначе. Мастер вращал правой ногой нижний круг, движения передавались на верхний, в центре которого лежал шарообразный кусок глины. Обеими руками гончар вытягивал из него нужную форму, стараясь в то же время не давать угаснуть вращательному движению. После этого изделия сушили и обжигали в горне, температура которого должна была быть не меньше 800-1200 градусов. Для того, чтобы сосуды имели красивый вид и были водонепроницаемыми, гончар покрывал их глазурью. Гончару требовалось много знаний и умений, чтобы сделать красивую и прочную вещь. Он должен был хорошо чувствовать качество глины, уметь придать ей нужную форму, правильно расставить посуду в горне, поддерживать в нем ровную температуру. Не полагаясь полностью на свое мастерство, гончар прибегал к различным магическим действиям, которые, как он предполагал, могли обеспечить ему удачу в работе. От отца и деда он знал, что подготовку глины к формовке надо начинать до восхода солнца. Воду для глины брать ранним утром в субботу, а при формовке сосуда обязательно сказать вслух «Я делаю его для топления масла или варенья похлебки каши». Завершив работу, на дне сосуда надо было начертить крест, чтобы черт не залез в горшок.